В Якутске началась акция по сдаче крови для донорства костного мозга. К 9 утра в станцию переливания крови сегодня подошли уже больше 50 человек. Для первого дня, как отмечают организаторы, это хороший результат. Напомним, что до 5 мая в столице проходит забор крови на типирование для донорства костного мозга Марии Садовниковой. Редкий генотип народа САХА оказался несовместим с другими, уже находящимися в национальном реестре, донорами. Поэтому подходящего человека было решено искать в Якутске. Как проходит первый день акции, расскажет Саргулана Захарова. Совсем недавно социальные сети всколхнуло обращение молодой девушки Марии Садовниковой. В нем она рассказала о том, что вот уже 8 месяцев борется с тяжелой болезнью лимфобластным лейкозом в миру раком крови. Обычные методы лечения не подходят. Необходима пересадка костного мозга. Однако, как оказалось, якутский генотип весьма редкий и находящийся в национальном реестре доноры не подходят ей. Нужны представители народа САХА. Было решено искать подходящего донора в Якутске. Люди до 9 часов до начала рабочего дня максимально подходят. Если есть какие-то вопросы, которые неоднозначные, здесь есть врач станции переливания крови, она полностью все консультирует. Каждый час от русского театра до станции переливания крови курсируют волонтеры на собственных автомобилях. Они же вместе с Марией рассказывают, что нужно помнить потенциальному донору и отвечать на интересующие вопросы. У них наиболее такие задания вопросы сразу же. А костный мозг – это как? Это сразу, получается, нам вырезать будут или что? Нет. Мы, получается, рассказываем им все. То, что сначала берется 10 мл крови с его на антипирование, а далее костный мозг – это люди тоже ошибаются, думают, что где-то на спине находится или что-то такое, там это больно. Потом поправляется долго, но совсем нет. Это безболезненная совсем операция, без осложнений. Костный мозг берется с бедра. На призыв о помощи откликнулись немало людей. Только к 9 часам утра зарегистрировались уже больше 50 человек. С каждой минутой эта цифра растет. Я сдаю уже несколько раз, в десятый раз. Никаких противопоказаний вчера сказали нет. Вообще не страшно. Просто воткнули иглу, взяли кровь, все. Возможно же помочь людям. Организаторы акции отмечают. Донорство костного мозга – процедура безболезненная и безопасная для жизни человека. Но нужно помнить, что существует ряд противопоказаний. С ними настоятельно просят ознакомиться до сдачи крови. В первую очередь это перенесенный гепатит и хронические заболевания, а также низкий вес до 50 кг. Немаловажно и то, что нужно быть готовым морально стать донором. Ведь ему могут позвонить даже через год или два, так как после сдачи крови данные вносят в реестр. Подробнее обо всех деталях можно узнать на странице Instagram DonorCam 14. Серглана Захарова, Илья Жараев, НВК Саха, Якутск.